приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы в этом видео мы с вами разберем как произвести дистилляцию с укреплением на автоматике первак как правило о дистилляции с укреплением мы говорим когда хотим получить дистилляты зерновые и фруктовые или ягодные то есть виски бурбоны коньяки бренди поэтому для примера я взял медное оборудование по железу мы сейчас с вами пройдемся что же касается самой автоматики то для того чтобы проводить правильно процесс дистилляции нужно иметь актуальную последнюю версию прошивки для автоматик без клапана отбора хвостов версия 3.0 или 3.1 и соответственно для автоматик с клапаном отбора хвостов версия 4.0 и 4.1 если у вас более низшая версия прошивки вы можете обратиться в наш интернет-магазин craft store для обновления прошивки эта процедура совершенно бесплатно ее можно провести как удаленно для этого вам придется купить отдельно за 120 130 гривен дополнительный переходник либо же эту процедуру можно провести отправив контроллер нам на перепрошивку в таком случае вы платите только для пересылку за пересылку контроллера а мы непосредственно его совершенно бесплатно перепрошиваем друзья если вы еще не знакомы с автоматикой первак вот здесь вот в правом углу сейчас будет ссылочка на целый плейлист обзоров данной автоматики автоматика первак это мощнейший комплекс для автоматизации и ректификации дистилляции пивоварения и затирания в домашних условиях комплекс очень удобным тем что автоматика сама по себе имеет сенсорный экран управления также имеет веб-интерфейс вы можете управлять всеми процессами с компьютера и имеет удобное приложение для android и iphone приложение соответственно вы можете скачать на play маркете и appstore и на нашем сайте на карточке товара то есть на товаре самой автоматики в разделе инструкция вы можете найти виртуальный код для активации приложения приложение активируется по коду автоматики мы создали виртуальный код для того чтобы вы смогли активировать приложение и собственно говоря попробовать посмотреть как она работает ознакомиться с функционалом в этом видео я вам расскажу о настройках автоматики и конечно же мы поговорим о железе как правильно собрать железо с этого мы начнем и друзья прежде чем начать я вас приглашаю посетить наш сайт craft store ссылочка на сайт будет в описании ролика один из самых больших в украине интернет супермаркетов домашнего крафта на котором вы можете приобрести огромный выбор оборудования в частности вот оборудование которое я сегодня вам буду показывать также можно приобрести на крафт-сторе помимо доставки по украине мы осуществляем доставку во все страны европы америку канаду израиль и еще некоторые страны по запросу при заказе целого самогонного аппарата по украине то есть любого аппарата в полной комплектации с кубом вы получите бесплатную доставку и пачку дрожжей от украинской компании hot rod distiller на 100 литров браги в подарок также друзья что касается автоматики наша автоматика работает с напряжением великобритании и американского континента то есть 110 120 вольт и 50 60 герц наша автоматика работает совершенно спокойно есть уже достаточно большое количество наших клиентов которые эксплуатируют автоматику в америке поэтому можете совершенно спокойно заказывать ее на нашем сайте менеджеры с удовольствием вас проконсультирует и ответят на все ваши вопросы и так друзья давайте начнем железо в данном конкретном случае я собрал следующую конфигурацию на мой взгляд идеальную для приготовления фруктовых и зерновых брак это наш фирменный куб магным с медной крышкой далее шлем вискарный шлем который идеально подходит для приготовления для работы с фруктовыми и зерновыми брагами далее друзья у нас стоит наша же трехуровневая колонна медная тарельчатая колонна вавилон и вот здесь вот внимание после колонны стоит коротенькая царга с датчиком температуры по царге и дальше еще один уровень колонны эти уровни дополнительные уровни в диоптри мы создали специально для работы автоматики в режиме дистилляции с укреплением далее стандартный узел отбора дефлегматор ну и собственно говоря связь с атмосферой случае если вы работаете с водопроводом то можно использовать обычный стандартный клапан для подачи воды в случае же если вы работаете системой автономного охлаждения она стыкуется с нашей автоматикой необходимо использовать дополнительный дата кабель с которым автоматика стыкуется с системой автономного охлаждения и таким образом в нужный момент автоматика сама запустит автономку сама ее включит и система автономного охлаждения будет поддерживать необходимую температуру на выходе из дефлегматора случае если у вас система четвертой версии четвертой модели с узлом отбора хвостов с клапаном отбора хвостов вместо шлема можно установить многотрубную мульти пленочную царгу на которую ставится клапан отбора хвостов и соответственно он будет отбирать хвосты в процессе в процессе дистилляции также вот сюда под шлем можно установить узел отбора хвостов вместе с клапаном который комплектуется автоматика чтобы отбирать хвосты в процессе дистилляции то есть соответственно вот этот клапан можно смонтировать либо на узел отбора хвостов либо же на многотрубную мульти пленочную царгу вместо краника Как я уже говорил, сама автоматика имеет сенсорный экран и на нижней панели имеет вот такие порты для подключения датчиков температуры и рабочих клапанов, которые, собственно говоря, и управляют процессом. Соответственно, в зависимости от версии автоматики, в версиях 2.6, 2.4 и 3.3.1 у вас три клапана рабочих, а в версии 4.4.1 у вас четыре клапана рабочих. Эти клапана устанавливаются следующим образом. На четвертой версии клапан отбора хвостов ставится либо на узел отбора хвостов, либо на многотрубную мультипленочную царгу в нижней части колонны. Клапан переключения отбора головы-тела собирается вот таким вот образом. Об этом есть подробное видео, как его правильно собрать, либо же его можно смонтировать также на попугае. Далее, друзья, основной клапан отбора ставится под узлом отбора и регулирует скорость отбора. И, собственно говоря, клапан подачи воды, если мы работаем с водопроводом, либо же, если мы работаем с автономной системой, то сама автономка подключается к автоматике вместо клапана подачи воды. Также у нас в системе есть четыре датчика. Первый датчик – это датчик температуры в кубе. По нему осуществляется остановка системы и контроль температуры в кубе. Второй датчик – это датчик температуры воды, либо аварийный датчик трубки связи с атмосферой. Этот датчик, в случае, если его установить на выход воды, работает как аварийный и также информационный о температуре воды на выходе из дефлегматора. Если же вы работаете с системой автономного охлаждения, то она также показывает температуру воды на выходе из дефлегматора. Также белый датчик – датчик воды. Можно ставить сугубо как аварийный датчик на ТСА – трубку связи с атмосферой. Если вдруг по каким-то причинам колонна перегреется, этот датчик отреагирует и остановит всю систему. Третий и четвертый датчики – это красный, который стоит под узлом отбора, и зеленый, который ставится в колонне. В данном случае самые важные. Красный датчик отвечает у нас за циклы старт-стоп. Но когда мы работаем с тарельчатой колонной, то нам крайне нежелательно выводить ее в циклы. То есть работа по циклам старт-стоп. Поэтому мы написали новую программу, в которой мы отключаем циклы старт-стоп и устанавливаем уменьшение по зеленому датчику по температуре в колонне. Это значит, что когда система полностью стабилизируется и, соответственно, начнет работать, начнется отбор тела после отбора голов, зеленый датчик зафиксирует температуру. Когда начнут по колонне подниматься более высокотемпературные фракции, более тяжело кипящие, хвостовые, этот датчик будет фиксировать подъем температуры, повышение температуры и на заданное вами количество уменьшать скорость отбора. Таким образом он будет поджимать колонну. Именно для этого мы собрали колонну таким образом. Тарельчатая колонна, далее вот эта вот царга под зеленый датчик и далее дополнительно еще уровень, чтобы у нас было расстояние, скажем так, чтобы не пропустить хвостовые фракции непосредственно в отбор. Со сборочкой все. И теперь давайте поговорим о настройках. Я расскажу вам, как настроить колонну, как настроить автоматику таким образом, чтобы получить качественный дистиллят, чтобы правильно отобрать головы и при этом правильно отобрать тело, не получить, не ободрать его и в то же время вовремя остановить процесс, не получить хвосты. Друзья, данные настройки, они актуальны именно для этого оборудования. Для другого оборудования температура отбора тела и гестерезис отбора тела могут отличаться. Итак, заходим в процесс ректификация. Процессы у нас схожие. Ректификация и дистилляция с укреплением. Все это проводится в режиме дистилляции. И устанавливаем следующие параметры. Мощность разгона. Первый параметр, который вам надо установить. И устанавливаете его в соответствии со своим кубом. Это может быть и 100%, и 95% в зависимости от вашего куба, от мощности тена. Напомню, что сама автоматика работает с тенами до 3,5 кВт. Если же вы хотите использовать более мощные тены, у нас есть специальный регулятор мощности, который работает с автоматикой на трехфазном напряжении до 12 кВт. Вот здесь вот сейчас в правом углу будет обзор данного регулятора. Мощность отбора голов и мощность отбора тела. Я обычно устанавливаю мощность отбора голов. Это режим предзахлеба моей колонны. Мощность отбора тела я устанавливаю где-то на 5% меньше. Соответственно, для данной колонны с теном 2500 Вт я устанавливаю параметры мощность отбора 55% и мощность отбора тела 50%. Переход на отбор тела 60 минут зависит от количества голов, которые вы хотите отобрать. Соответственно, в настройках вы можете настроить отбор голов либо по времени, либо же по уровню, по датчику уровню. Если вы не хотите примерно получить количество голов по времени, а хотите точно по датчику уровня, то, соответственно, фиксируете датчик уровня на своем мерном цилиндре, на уровне количества голов, которые необходимо отобрать. И после достижения уровня до оптического датчика автоматика автоматически перейдет на отбор тела. Переходим назад в ректификацию. Заметьте, все действия в настройках можно проводить только в режиме автоматики стоп. Итак, мы остановились на переходе на отбор тела 60 минут. Соответственно, когда вы знаете, что, допустим, у меня вот здесь стоит скорость 0,25 литра в час, соответственно, за 60 минут отберется 250 мл. Если вам надо отобрать 500 мл, то непосредственно устанавливайте 120 минут и так далее. Переход на отбор тела, соответственно, это параметр отвечает за время, которое пройдет после стабилизации колонны, которое будет затрачено на отбор голов. И по истечении этого времени, в данном случае 60 минут, оборудование перейдет в режим отбор тела. Далее, температура перехода. Это, собственно говоря, температура, которая фиксируется по кубу, по черному датчику. И говорит нам о том, что когда у меня установлено 70 градусов, когда в кубе температура достигнет 70 градусов, автоматика подаст подачу воды, либо включит систему автономного охлаждения, и снизит мощность ТЭНа с мощности разгона до мощности отбора. Температура остановки также фиксируется по кубу, по черному датчику. Это температура завершения процесса. Температура отбора голов. В данном случае, вы видите, это значение перечеркнуто и записано красным. Это значение автоматика подбирает автоматически, когда будет закончена стабилизация колонны. Не пренебрегайте параметрам стабилизации колонны и выбирайте время стабилизации в соответствии с вашей колонной. Для такой колонны будет достаточно 15-20 минут. Далее важно. Гистерезис отбора голов. В данном случае, я рекомендую устанавливать 4 градуса. Температура отбора тела. В данном случае, я рекомендую устанавливать 8 градусов. И гистерезис отбора тела. В данном случае, я рекомендую устанавливать 5 градусов. Это значит, что после того, как у нас колонна стабилизируется, мы в гистерезисе 4 градуса будем отбирать головы. Зачем такой большой гистерезис? Потому что это все-таки тарельчатая, а не ректификационная колонна. Температура отбора тела 8 градусов. Это температура спиртовой полочки, которая добавится к температуре стабилизации колонны. И в этой спиртовой полочке мы будем отбирать дистиллят. И, соответственно, гистерезис отбора тела это гистерезис, который необходимо превысить для того, чтобы колонна ушла в старт-стопы. Поэтому его тоже устанавливаем достаточно большой, чтобы колонна не уходила в старт-стопы. Скорость отбора голов и скорость отбора тела. Стандартные параметры. Мы здесь выставляем 0,24 литра в час, соответственно, 240 мл для голов. И скорость отбора тела 0,32. Уменьшение отбора по кубу это первый декремент. Это уменьшение скорости отбора, когда температура в кубе достигнет заданного параметра. В данном случае я уменьшаю скорость отбора. Это следующий параметр на 60 мл в час при достижении в кубе температуры 92 градуса. Температура аварии, соответственно, температура, при достижении которой автоматика поймет, что у нас авария, и отключит систему. Температуру отбора хвостов вы устанавливаете в соответствии со своими соображениями. При какой температуре в кубе вы хотите параллельно начать отбирать хвосты. Я в данном случае в процессе дистилляции хвосты вовсе не отбираю. Поэтому устанавливаю какую-то высокую температуру и не подключаю клапан хвостов более. Далее, друзья, уменьшение по циклам. Я поставил 0, потому что с циклами мы не работаем в данном случае. А вот уменьшение по царге 0,06 литра в час. Это означает, что когда температура в зеленом датчике поднимется на 1 градус, с момента, когда начался отбор тела, автоматика уменьшит скорость отбора на 60 мл в час. Таким образом будет поддерживать флегмовое число, поддавливать колонну, поддерживать флегмовое число. С каждым повышением температуры на 1 градус мы, соответственно, получим уменьшение скорости. Но вы его можете выставить, сделать и больше. В зависимости, чем больше вы поджимаете колонну, тем больше вы обдираете ароматику. Чем меньше вы поджимаете колонну, тем меньше вы обдираете автоматику. Далее, количество циклов нас в данном случае тоже не интересует совершенно, потому что мы не хотим работать по циклам, а мы работаем именно по уменьшению подсарги. Далее, друзья, как определить для себя, какую выставить температуру отбора тела и какую выставить гистерезис отбора тела. Когда колонна стабилизируется, отберет головы и начнется отбор тела, автоматика зафиксирует температуру по зеленому датчику, и вы также эту температуру для себя запишите. После этого продолжайте отбор и следите за падением спиртуозности в струе. Я настроил автоматику таким образом. Вот эти настройки, они действуют таким образом, что у меня спиртуозность в струе падает до 75-80%. Если вы хотите большее падение спиртуозности, соответственно, увеличиваете температуру отбора тела и гистерезис отбора тела. Тогда вы получите более ароматный напиток. Если вы хотите получить в результате более крепкий напиток, то, соответственно, гистерезис и сужаем. То есть сужаем температурную полочку, мы получим менее ароматный, но в то же время более крепкий напиток на выходе. А на этом, дорогие друзья, у меня все. В одном из следующих видео я буду делать какой-то зерновой дистиллят. И весь этот процесс вместе с работой с системой автономного охлаждения покажу визуально. В данном видео я хотел показать вам само железо, как его собрать и также рассказать о настройках. Обязательно посетите наш сайт. И не забывайте, что у нас есть раздел библиотека. На сайте Крафт Стор в этом разделе собрано очень большое количество книг по домашнему винокурению, по пивоварению, по виноделию. Эти книги совершенно бесплатные для скачивания, в удобном формате PDF. Поэтому даже если вы ничего не собираетесь покупать, обязательно перейдите на наш сайт. Там много чего интересного. Также там в разделе рецепты огромное количество рецептур приготовления вкусного домашнего алкоголя. Друзья, обязательно подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Напишите коммент, что вы обо всем этом думаете. И, конечно же, нажмите на колокольчик. Оставайтесь с нами. А я готовлю колонну к зерновому дистилляту. Всего доброго. Пока.